День добрый, дорогие мои друзья, гости, подписчики, дорогие мои хозяюшки! Я сегодня буду готовить варенье 5 минутка из черной смородины. Конечно, многие из вас используют этот метод для самой разной ягоды. Я сейчас ягоду всю переберу, уберу лишний мусор, а потом уже примемся за варку варенья. Я подготовила посуду, куда буду складывать уже чистую ягоду. Хвостики у ягодок я не убираю, хотя знаю, что некоторые так делают. Мне кажется, это очень такая кропотливая длительная работа, в общем, не для меня. Но хочу заверить, что после того, как варенье наше будет готово, вот эти самые маленькие хвостики на ягодках совсем не будут чувствоваться. Но делайте, как вы то желаете. Чем хороша 5 минутка из смородины? То, что не нужно добавлять никакой загуститель. Смородина обладает большим количеством природного пектина. В ней очень много витаминов, витамина С, самых разных микроэлементов, которые нужны нашему организму. И 5 минутка – это как раз то время, чтобы сохранить наши витамины в этой душистой вкусной ягоде. Вот такое количество получилось. Я не знаю, сколько, конечно, взвешу. У меня оказалось только 2 килограмма сахара. Я беру 1 к 1 килограмм смородины, килограмм сахара. Поэтому мне нужно будет 2 килограмма. Посмотрите, какая ягода крупная. Да я и мелочь никуда не отбрасывала. Все равно буду использовать блендер. Буду измельчать. Только вот мусор убрала. Сейчас хорошо промой проточной водой, отпыли. Мне нужна будет большая кастрюля, большего размера, чем объем ягод. Вот такую кастрюлю я взяла. Широкую желательно и с толстым дном, чтобы не преграло наше варенье. Во время варки образуется очень много пены. 2 килограмма сахара. Вот 1 килограмм я уже высыпала. И 1 высыплю чуть-чуть позже. Кастрюля широкая, как я и сказала. И вот такого объема. Измельчать буду погружным блендером, но не докашиться, чтобы все-таки ягодки у нас были. Я выключила звук, чтобы не мешать. Вот такая масса получилась. Цвет такой тоже красивый. И поставим варить. И ягодки здесь тоже присутствуют, как и хотела. Сначала на медленный огонь, чтобы хорошо посуда прогрелась, варенье хорошо прогрелось. Пенка образуется. И из этой ягоды даже больше, чем из какой-либо, как мне кажется. И вот нужно постоянно помешивать, пенку убирать. Она так и норовит убежать из кастрюли. Поэтому посуда должна быть, конечно, побольше. Вот такой очень-очень красивый темно-вишневый цвет. Приблизительно минут 7-8 до того, как закипит. И вот все время-все время пеночку убирать. Кто-то, возможно, с пенкой, но нужно быть настолько уверенным в ягоде, что она чистая, что нигде мусора нету, что каких-то жучков, паучков. Ну, вот я так убираю пенку. Насколько это возможно. И когда наше варенье будет вариться, нужно дать ему именно хорошо бурлить, так как во время сильного кипения выделяется тот самый пектин, когда наше варенье будет становиться гуще. Такой темный-темный цвет. Вот еще остаточки пены. И вот и хорошо это варенье. Никакого загустителя не нужно добавлять. И варенье у меня без воды. Нисколько я воды не добавляла. Получится вкусное, ароматное. Аромат уже сейчас очень чувствуется. И 5 минут. Банки у меня не стерилизованы, но я их хорошо помыла с содой, высушила. И в каждую баночку добавила несколько ложечек горячего варенья, чтобы стекло прогрелось. Я буду разливать смородину горячей. И чтобы не лопнуло наше стекло. Как только остынет варенье, то оно станет еще гуще. Вот столько баночек. 5 баночек полулитровых и 2 200 граммовых. Крышечки у меня тоже в кипяточке. Закроем, перевернем до полного остывания. Вот такое количество пены. Добрая пиала получилась. Вы знаете, я пенку, конечно, уберу. Я это через ситечко процежу. А под пенкой, видите, какой вкусный-вкусный сироп. Я вам хочу посоветовать, чтобы вы попробовали сделать то же самое. Вот этот сироп, который остается под пенкой, он даже вкуснее, чем само варенье. И если его добавить в мороженое, а какой вкусный получается морс. Друзья мои, честное слово, никогда не посоветую, если сама не испробовала. Ребятишки очень любят с мороженым вот этот сироп. Сладенький, вкусненький. Баночки остыли. Я уже, конечно, варенье попробовала. Вкусное, мне понравилось. Добавила вазочку, чтобы показать, какой густоты без загустителя получается варенье. Видите, такая масса однородная, ягодки кое-где, на булочку, на хлебушек. Очень-очень вкусно. В йогурт, в творог, куда хотите. А выпечка какая, не растекается ничего. И зимой порадует вас, если вы испечете пирог или пироги с добавлением смородины. Очень будет вкусно.